Первое действие, что мы делаем? Подойдя к пешеходному переходу, первое, что мы должны сделать, это остановиться. Остановиться, чтобы спасти себе жизнь. Ведь пешеходный переход не является гарантией безопасности. Поэтому каждый раз, перед тем, как пересечь проезжую часть, необходимо убедиться, что водитель видит идущего и пропускает. 11-летний мальчик эти правила безопасности проигнорировал. Доказательства кадры с камерой видеонаблюдения. Даже мельком не посмотрев по сторонам, несовершеннолетний побежал через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент по зебре проезжала 38-летняя водитель автомобиля Киосит, которая сбила мальчика. Все случилось в районе первой школы по улице Иванова. Согласно официальным источникам, к административной ответственности в течение года автолюбительница не привлекалась. Состояние опьянения не установлено. В результате ДТП несовершеннолетний получил ушибы, ссадины лица, спины. А ведь все могло закончиться куда серьезнее. Сотрудники госавтоинспекции просят водителей заблаговременно снижать скорость при подъезде к участку дороги, где возможно появление пешеходов. А родителей постоянно напоминают своим детям, как правильно и безопасно переходить дорогу. Учить детей не спешить. Буквально в нескольких метрах от этой аварии спустя пару дней произошло новое ДТП с летальным исходом. Одно из последних дорожно-транспортных происшествий, которое унесло жизнь молодого человека, достаточно молодого, это произошло вчера дорожно-транспортное происшествие 23-го числа, при котором водитель мотоцикла совершил столкновение с велосипедистом, который переезжал дорогу по пешеходному переходу на велосипеде. Правила дорожного движения нарушили оба участника. 45-летний велосипедист не спешился на пешеходном переходе, в результате чего получил ушиб головного мозга, несовместимый с жизнью. А водитель мотоцикла, превысивший скорость, получил перелом ключицы. На данный момент сотрудниками автоинспекции уже выявлено 15 нарушений ПДД, совершенных водителями мотоциклов. Риск стать участниками дорожно-транспортного происшествия у владельцев средств индивидуальной мобильности намного выше, чем у остальных водителей, из-за внешней уязвимости, неустойчивости, а иногда и повышенных скоростных качеств, в сочетании с малозаметностью для других участников движения. Поэтому госавтоинспекторы призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения. Также полицейские обращаются к родителям с просьбой не доверять управлению мопедом, скутером или мотоциклом своим детям, если они не достигли необходимого возраста, не имеют водительского удостоверения соответствующей категории. Отсутствует защитная экипировка и шлем. Давайте начнем с себя. Если каждый из нас начнет хотя бы элементарно пристегиваться, научить своих детей этому, научить элементарным соблюдением правил дорожного движения при переходе, проезжей части, потому что у нас очень часто страдают дети-пешеходы, возможно, мы придем к нулевому коэффициенту дорожно-транспортных происшествий на территориях Туминского района. Пока же статистика очень даже горькая. По итогам прошедших четырех месяцев на дорогах города и района случилось семь происшествий. Десять человек получили ранения, три человека погибли. Берегите себя и окружающих, соблюдайте ПДД. Ольга Лемайкина, Владислав Лихварь, Юлия Баховская, Ахтубинс ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова